Бесконечное счастье Лучше, чем предыдущее Более экстатично, более совершенно Но Махапрабу, что читание Махапрабу сказал На нурагах, у меня нету раги У меня нету этого вкуса Сам Махапрабу сказал Возникает вопрос Махапрабу обманул нас Или Он не испытывал Вкуса духовной жизни О Махапрабу все, что он говорил Он говорил с глубочайшим смыслом Позже это объяснили вайшнавские ачаре Они сказали, что когда Печень больного поражена желтухой То сладкое кажется горьким И часто, когда мы Поем песни вайшнавов Говорится Мадгурья нам Мадгурья это Раса близких взаимоотношений Возлюбленных Но с другой стороны Мадгурья Мы знаем, что в этом мире Самое большое удовольствие Это удовольствие полов Ну я не имею ввиду, конечно Кроме алкоголя и наркотика Но Мадгурья То есть сладость любви Скажем так Это самое большое счастье Сладость любви Но мы знаем, что Мадгурья Раса Это духовная любовь Поэтому сказано Мадгурья нам Имя Господа Полно любви Но у нас нет к этому вкуса Просто к Мадгурье У нас есть вкус Но к трансцендентной Мадгурье У нас еще пока Вкуса нет И поэтому Часто Мы задаемся Вопросы А что плохого Любить в этом мире А что плохого Наслаждаться в этом мире Такой чисто Такой Ну обывательский вопрос Что такое Что я наслаждаюсь Что плохого Но Веды Они всегда говорят нам Веды не против наслаждения Однажды Шила Прахупада Когда его спросили А в чем суть человеческой жизни Думали, что там Дармена, Хину, Пашуми, Саману Человек создан Чтобы достичь Бога Но Шила Прахупада Ответил очень просто Он сказал Принцип человеческой жизни Это счастье Все А ура Побежали Там За колбасой За водкой Ура Там Счастье Побежали Там Разгомим Автосалон БМВ Сейчас все На БМВ Выйдем Или Побежали В Эрмитаж Рвать картины Каждый Оторвет себе Я вот руку Оторвал Аполлона Я там Оторвал Поэтому В классике Нашей С вами Петербургской Есть такое Прекрасное выражение Которое Называется Собачье сердце Произведение Булгакова И Шилашидхармхараш Он был очень Большим Знатоком Аллегорий Однажды Ему сказали Почему вы Думаете Что мы должны Поддерживать Вашу Вайшнавскую Проповедь Ну вот Если бы вы Кормили людей Или бы строили Там Госпитали Детские сады Хорошие люди Построили Рядом с церковью Хоспис Вот это Другое дело Кришнаиты Построили Хоспис Облегчает Смерть Людям Ну Нормальные люди В хосписе Там Они С четками Или Еще что-то делают Или Борются С невежеством Или Занимаются Прививками Вот это понятно Это ощутимо Но Шилашидхармхараш Он сказал Такую вещь Все что вы говорите Это возможно Ощутимо И полезно Но мы всегда Должны сравнивать Одно с другим Принцип градации Существует во всем Представляете Одни Строят Заведения Для умирающих Третьи Занимаются Тем Что отпускают Грехи Четвертые Помогают Так сказать Четвертые Помогают Так сказать Осужденным Пятые Детям Детям Шестые Собирают Деньги На операции Но представляете То что делаем Мы Вы же смотрели Вот я говорю Своими Аллигерическими Словами Вы же читали Булгакова Вы помните Собачье сердце Шарикова Представляете Люди Они Как бы люди Но сердце Как бы собачье Причем В сердце Не одна собака А две Одна собака Это Злость Ненависть Вожделение Гнев Безумие Которая постоянно Пытается Облаять всех Всех Обвинить Вторая собака Очень хорошая Собака Полиграф Полиграфович Номер два Это Преданность Самопожертвования Самоотдания Когда нашу собаку Сбила машина Она Со сломанным позвоночником На передних лапах Приползла сюда В храм Получить даршин Умерла здесь И мы знаем Что Собаки Спасали жизнь Спас собаки Бросались минами Под танк Собаки делали Множество вещей Которые Прославлены Собаки Не такие плохие Животные Мир поклоняется Собакам За их определенные Качества Есть такая книжка Собаки никогда Не врут Кстати В отличие от нас С вами Но Шилы Шитхарм Хараш Сказал Вот видите Одна собака Такая Другая собака Обладает Другими качествами Но если из этой Собаки Постепенно Сделать человека Идея Собачьего сердца Состояла в том Что Хотя у Шарикова Было человеческое тело Но сознание Было собачье Почему? Потому что Время от времени Он лаял на кошек Срывало Сносило Шариков Все нормально Раз заглючил На кошек Стало лаять Так же и нас с вами Мы вроде как Нормально Нормально Но время Нас перемыкает И мы начинаем Лаять Тявкать Почему? Потому что Эго Потому что Сердце Потому что И Шилы Шитхарм Рассказал И вот поэтому Сознание Кришны Самое лучшее То что может быть Потому что Основная проблема Это как говорят Латины Курасон Сердце Мы обладаем Болезнью сердца У нас есть множество Болезней Но болезнь сердца Это называется Хридрогом Писания говорят Это болезнь сердца Она нелегко Лечится Она лечится Это хроническая Болезнь сердца Рупея Брамани Брамите Кон Бога Ван Джив Из жизни Из жизни в жизнь Мы лечим Эту болезнь сердца До тех Пока Гуру Кришны Прошады Бай Бак Тела Ты Бейш Пока мы не обрели Связь с Вайшнавами И никто нам не сказал В некоторых Вайшнавских организациях Есть знаете Агитация Когда рекрутируют В армию Трехразовое питание Новая форма Теплая казарма Не договариваются Что Ты В теплой форме Из теплой казармы Получив Трехразовое питание Ты отправишься На поле боя И тебе скажут Ты должен отдать Свою жизнь Ты скажешь За трехразовое питание Это не слишком Дорогая цена Нет-нет За родину Трехразовое питание Это так И Когда ты смотришь На Фильмы о войне Там Собирают Эти жетоны Пачками Ты смотришь Как Бессмысленно Беспорядочно Гибнут люди Пачками Этот мир Это мир смерти Как В Таиланде Есть один день В январе Или в феврале Когда появляются Бабочки-однодневки Это Ну День или три И ты едешь Вечером Ты смотришь Фонарь А все рябит Вот так Вот Их миллионы И этот день Это Они вот так Лежат таким слоем Как ковер Листьев За этот день Они успевают Родиться Воспроизвестись Мы все мечтаем Вот Мне нужно Срочно Воспроизвестись Мне нужно Разделиться Какамел Срочно Мне нужно Срочно Достичь Слава Они все Достигают Бабочки-однодневки За один день Ну и там Такой круговорот И ты смотришь Птицы просто ходят Птицы в это время Не могут летать Они обожравшиеся Птицы ходят Их там У нас сегодня Праздник Там Фестиваль кухни Ну вот Раз и их нету Они муравьи То есть Представьте Как муравьи Как личинки Они ползают И в какой-то день У каждой Бабочки-однодневки Есть свое Свой звездный час Он взлетает И тысячами Они устремляются На свет Они думают Что Фонарь Это и есть Парам-браман Трансультантный свет Ну вот И в этом Они летят И они сгорают В фонаре Настолько Их привлекает Свет Ночью Удивительная вещь Настолько Поэтому писания Говорят Что иногда Люди Они думают Что они летят На духовное На самом деле Они летят В агонь имперсонализма Буддизма Шанкаризма Майавады Как эти бабочки-однодневки Они сгорают В имперсональном брамане Потому что Самое страшное То, что может быть с душой Это духовное самоубийство Альт контроль делит То есть Ты становишься Частью божественного Но ты перестаешь Быть личностью Но Буддисты и шанкариты Говорят Вы думаете Что в этом мире Вы позитивные личности Ничего подобного Вы негативные личности Вы все делаете Знаете как Градусники Ноль Это татаста шакти Это браман Есть минус И есть плюс Вся ваша деятельность Она происходит Ну кто-то Кто-то функционирует Злодей При минус 40 Понимаете, да А кто-то Функционирует Там При минус 10 Кто-то В своей Деятельности Отречения От мира Почти что пришел К нулю Ну совсем мало минусов Там Джайны подметают С метелками Насекомых Чтобы не наступать Кто-то там Соблюдает Обет безбрачия Там Целебат Там Молится Там Мать Тереза Все как бы Заняты добром Но До нуля И поэтому Все кто Знает Этот мир Они говорят О Падение вниз Безграничное Можно деградировать До минералов До камней Да Не думайте Что не существует Падение вниз Да Часто мы видим Сыновья Образованных людей Когда я жил в Америке На улицах Нью-Йорка Я встречал Сыновей Бомжей Сыновей Сенаторов С высшим образованием Спившихся Говорящих на французском Обладающих Прекрасными манерами Но Поэтому Деградация Еще страшнее Да То есть Одно дело Ты там Живешь с ниггерами Другое дело Когда ты там Живу Прешпас Сижу Мадам Ну конечно Да То есть Ты просишь Подаяние так Что тебе даже дают Ты говоришь Мадам Вы не могли бы Сегодня В этот прекрасный День Рождества Сделать скромное Подношение Бывшему Выпускнику Петербургского Университета Философии Ты там Сколько вам нужно Мадам Среди всех Видов водки Я собрал уже почти 200 рублей Моя высокоартистическая Природа Не позволяет мне пить Какое-то там Дешевое дерьмо Я хотел бы Сегодня В честь явления Спасителя Испить Коньяк И сделать Возлияние Ты ему Ну десяточку Дала И все И пошла дальше Да то есть Человек он может Тебе такие вещи Какие-то говорить А потом он Пойдет И будет свиньей То есть Я видел этих людей Почему Болезнь сердца Да Понимаете Да Почему мы с вами Можем сейчас Можем с вами Говорить о Стольких-то Возвышенных вещах Вот Пелевин В графе Т У него такой Роман Из граф Т И там Задается вопрос Почему сегодня Ты можешь Говорить пять минут О Боге А потом там Чрезвожделением Смотреть на женщину Или там С жадностью Там Стижать кого-то Да там Типа Козлы Там Ну понимаешь В какой-то момент Ты стоишь Перед божеством Радхамадовой А в какой-то момент Ты Опускаешься На уровень Канализации Ниже Ну такова природа Человека Да там Тебе что-то жалко Или там Тебя Что-то Чувств Там гнев Там ненависть Ты начинаешь Ненавидеть Кого-то Поэтому писание Говорит Болезнь сердца И болезнь Она протекает Не так Что мы с вами Там Есть три состояния Этой болезни Сердца Там Асатва И раджа Те кто в таме Они вообще не понимают Что такое религия Духовность Их вообще Они просто не понимают Это масса Ленин сказал Кино Самый главный вид Искусства Потом добавил Пока масса В невежестве Знаете Массу Нужен хлеб И зрелище Поэтому Ведическая система Она была Достаточно интересная Никогда не ставили Планку на большинство Ну а большинство Должно было жить В религиозной системе Варна Ашрам Амедхарми Если ты сапожник Там Колоти сапоги Ради Кришны Если ты Вайшнаф Ой Воин Сражайся Ради Кришны Если ты Проститутка Ради Кришны Совершай Исполняй свой долг То есть Не было Не думайте Что в ведическом Обществе Не было там Проституток Просто там был Фонарь красных Фонарей подальше Его никто не видел Он был Все зашли туда Вы думаете Не было вина Было вино В ведические времена Питейное Туда Казино Туда То есть Это не было Как бы На глазах у людей Потому что Людям нужно Реализовывать Эти пороки Но Даже эти люди В какой-то степени Исполняют Свой самый низший долг Потому что В Дарма Шастри Описан Интересный момент Сколько царь С кого должен брать налогов Сколько он должен брать С ГТР Сколько он должен брать С торговцев И куда он Какие налоги Должен пускать Интересный Понимаете Это еще такой момент Царь он должен знать Сколько с кого получить И куда потратить Если он это делает То он Очищает Всю страну И царь Несет 25% Грехов Всех Всех Как бы Скажем так Жителей Интересный еще такой момент Ну В некоторых Вайшнамских миссиях Говорят А сколько процентов Грехов Несет гуру На себе Гуру тоже же Он По идее Принимая Вступая В коннекты С людьми Он Принимает Какое-то количество Грехов Но писания Говорят Интересный момент Ну Они говорят Что Если гуру Исполняет Свой долг Совершенным образом Он не несет Никакой ответственности Ну Если гуру Принимает Учеников Ненадлежащих Или Ради Материальных Целей Из-за пожертвований То есть Из-за каких-то Личных Целей То он Обязательно Или он Злоупотребляет Этими Учениками И эксплуатирует Для Каких-то Недуховных Целей То он Обретает Их карму Обретает Их реакции Тогда он Будет страдать И В этой Связи Почему я Сказал Такую Достаточно Длинную Преамбулу Но Суть Состоит В том Что Шулышхитхармахараш Четко Указал На то Что Сознание Кришны Способно Трансформировать Живое Существо Живое Существо Обладает Всеми Необходимыми Качествами В этом мире Кроме Одного Самого Важного Сознания Кришны И поэтому Сарасвати Такур Считал Что Сознание Кришны Об этом Кришна В гите Никогда Не должно Останавливаться Мы можем Задать себе Какие-то Вопросы Что делать Что не делать Должны ли мы Продолжать Эту деятельность Другую Деятельность Но в гите Кришна Говорит Никогда Не Останавливайте Духовную Деятельность Можете Менять Можете Чередовать Можете Делать Какие-то Вещи Но Приоритет Всегда должен быть Духовен С другой стороны В великом Инквизиторе У братьев Карамазовых Между Инквизитором И Христом Состоялся Диалог В котором Христос Молчит И Христос Четко И Инквизитор Четко Говорит Неужели Ты думаешь Что все Могут следовать Духовной Жизне Ну это Вот там Несколько Ребят Из лахты Я себя К ними Отношу Тут Может быть Несколько Ну Есть Прекрасный Момент Когда Человек Грешит Кается Мы Даем Возможность Совершить Грех Потом Он Кается Понимаете Мы Продаем Индульгенцию Знаешь Что такое Религия Почему Люди Сами Туда Валят Мы Регулируем Их Наслаждение И Греховную Деятельность И поэтому Инквизитор Говорит Христу Мы Лучше Чем Ты Но Он Говорит Христу Одну Важную Вещь Не Говори Ничего Нового Вдруг Вдруг Ты Добавишь Еще Сейчас Что-то Вдруг Ты Харе Кришна Скажешь Что-то Ты Знал Типа Христос Господи Харе Кришна И поэтому Инквизитор Он Христос Молчит И улыбается Но Инквизитор Объясняет Ему Это Вообще На самом Деле Глобочайшая Идея В Братьях Карамазов Это Часть Инквизитора Это Отдельная Часть Это Как бы Классика Много Там Очень Интересных Вещей Говорит На самом деле Очень Крутые Идеи Если Прочитать Эту Часть Достоевского Ты Поймешь Почему Достоевского Знают Все Хотя Большинство Кто Его Знает Естественно Не Могут Понять Его Потому Что Мы Говорили С Вами Три Состояния Невежества Там А Когда Ты В Полном Невежестве Рад Когда Время От Времени Тебя Там Накрывает Мы Говорили Сейчас Про Там Гуну Ниши Класс Что Бо Ты Не Делал Пытайся Делать Это Для Бога Когда Человек В Рад Же Он Говорит Вдруг Я Ошибаюсь Он Начинает Допускать Что Он Ошибается В Там Гуне Человек Считает Что Он Прав В Рад Же Гуне Человек Понимает Что Он Неправ В Сатва Гуне Он Вообще Понимает Очень Много Как Я Говорю Самое Страшное Это Сатва Гуне Почему Потому Что Сатва Гуне Преданные Все Понимают Но Сделать Ничего Не Могут Это В Полной Сатве Ты Ничего Сделать Не Можешь Но Есть Удивительный План Нир Гуна Когда Все Само Происходит Некоторые Преданные Пишут Письмо О Махараш У меня Такая Ситуация В Жизни Такая Что Делать Я Думаю Ну Надо Подождать Два Т Дня Причем Ответить Через Два Дня Письмо Все Разрулилось Спасибо Вам Большое Почему Это Происходит Потому Что В целом Есть Такое Выражение Wait And See Подожди Увидишь Оно Собственно Время И Бытие Оно Все Разруливает И Поэтому Мы Говорим Кто И кто Что И что Время Покажет Время Нам Укажет На Наши Ошибки И Слабости И Время Укажет Нам На Так же Что Подлинное Что Настоящее Если Мы Сейчас Разведемся На Какие Временные Вещи И Просто Бросимся С головой Во Что Это Временное Оставив Вечное То Пройдет Время Там Десять Двадцать Тридцать Лет И Оно Скажет Не Не Знаешь Поэтому Сегодня Мы уже Говорили О Достоевском О Шидхаре Махараджу Это классики Есть еще Выражение Островского Который Очень любит В России Хочется прожить Так Чтобы Не было Мучительно Больно За бесцельно Прожитые Годы А что Такое Мучительно Больно За бесцельно Прожитые Годы Нам Отведено В этом мире Какой-то Какой-то Миг Помните Есть такая Песня Есть только Миг В этом Мире Очень хорошая Песня Трансцендентная Песня Она говорит Что есть только Миг Между Прошлым И будущим Это Именно Он Называется Жизнь Не следует Жизни Придавать Большего Значения Чем Миг Мы Приходим В эту Жизнь С очень Многими Амбициями Но Мы Не понимаем Наша Карма Наша Деятельность Она Уже Приготовила Нам Результаты Я Рассказывал В Киеве Историю Одного Садху Типа Аштавак Рамуни И Одной Прекрасной Девушки Апсары Они Оба Пришли Мыться В горах К водопаду И Аштавак Рамуни Это Старец Который Ну Такой Парализованный Садху Мудрец Борода Отряды Он Пришел Мыться Он Даже Толком Не Может И Пришла Красивая Апсара Оголенная Мылась Она Увидела Аштавак Рамуни Он Видел Что Он Тоже На нее Посмотрел Оценил Она Засмущалась Ой Типа Ты Садху Чего Ты На Меня Смотришь Аштавак Рамуни Он Говорит Не Думай Что Я Смотрю На Твои Формы Я Просто Подумал Сколько Благоприятных Поступков Ты Совершила В прошлой Жизни Чтобы Обрести Такое Тело И Сколько Глупостей В тебе Сейчас Что Обладая Таким Прекрасным Телом С Такой Красотой Ты С Таким Презрением Смотришь На Меня Но Он Не мог Я так Подумал Он Сказал Первую Часть Своей Фразы Сколько Прекрасных Поступков Ты Совершила Чтобы Обрести Такое Тело А потом Подумал И Сказал Но Я же Думаю О Своем Будущем То есть Я Стал Инвалидом Но я Принял Сознание Кришны Я принял Духовную Жизнь И поэтому У меня Нет Такого Такой Основы Для Наслаждения Но я Понимаю Что Есть Еще Будущее Поэтому Писания Драматурги Говорят Святые Становятся Грешники Грешники Становятся Святыми Те Кто Поднимаются До уровня Ситхолоки Или религиозного Совершенства Они начинают Деградировать Потому что Деградация Построена Так что Вы увидите В писаниях Индра Брама Многие Мудрецы Почему они Падают Почему Например Махараж Джадабарата Стал оленем Почему Махараж Читракету Превратился Гемона В ретросуру Почему Ряд Богов Которые Достигли Высшего Положения Ты становишься Царем Небес Индрой И тут же Тебя Проклинают За вожделение У Индры Только В голове Противоположный Пол И поэтому Его проклинают И говорят Все твое тело Будет В противоположном Поле Он говорит Я же Царь Небес Ну ладно Пускай Это будут Глаза И у Индры Тысячи глаз А должно Быть Что-то Другое Его Пожалели И Мы думаем Индра Брахма Даже Махадев Какие-то Вещи Порой Впадает В гнев Еще что-то Что нам делать Маленьким Живым Существам Насколько Мы Способны Противостоять Этому Миру Поэтому Кришна Говорит Бхагавадгити Мама Майя Дурат Майя Никто Еще Майю Майю Не превзошел Не было Ни одного Человека Который Не превзошел Майю Вы думаете Мудрецы Свободны От Вожделения В писании Сказано Нара Нарай 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 Единственный Поскольку Он сам Нарай Он способен От Вожделения Нарай 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 Прости мы думаем, зачем ему совершать аскезы? Как Кришна, он не совершает аскезы. Ну, удивительная вещь. Но как Кришна, он живет в школе у гуру. Он учится у гуру. Он принимает гуру к Махапрабу. Понимаете, да? Махапрабу же пришел сначала, первой части жизни, он не вайшнаф. Он брамат, он ученый, он не май-пандит. Ему все интересно. Он со всеми спорит, но он не вайшнаф. И что Махапрабу говорит вайшнавам? В это время Адвейта Ачая молится Господу, Господь приходит, но вайшнавы на Вадвипа, которые живут в Махапрабу, они его одноклассники, они его друзья, они его близкие, они говорят, он классный парень, он наша душа, он рубаха парень, у него потрясающий интеллект. Одна только у него беда, он не вайшнаф. И Махапрабу говорит Мукунде, а, ты не хочешь со мной спорить? Ты перебегаешь на другую сторону. Ты думаешь, что я спорю по поводу грамматики, санскрита, веданта просто так? Я знаю, что вы все в своем сердце думаете, вот если бы он был вайшнафом, все было бы нормально. Вот, как говорится, парень неплохой, только не вайшнаф. А вот был бы вайшнафом, и все бы остальные его качества, и глухота, и как бы, и недержание, все бы стало совершенно. Потому что, а что в Акрымуне, который сказал этой Апсаре? Он сказал, смотри, мое тело искорежено, оно изуродовано. Но то, что я калека, и то, что я пострадал за свои деяния, а знаете, как он пострадал за свои деяния, нет? Он в детстве кузнечика втыкал соломинкой. И когда он стал инвалидом, он просто понял, что ничего не смогу сделать. Садхо. Он возвысился в своей духовной садхане до такого уровня, что достиг высших небес и спросил, почему я такой урод? А боги говорят, да очень просто, вот твой рекорд, вот посмотри, видишь, ты в детстве тыкал кузнечиков, убивал. Никто не занимался этим детством, нет? А, чая. И он говорит, и он говорит, и я же, говорит, это делал в раннем детстве. Они говорят, ну, вот, а что делать, карма такая. Ашавакра Муни говорит, если у меня есть духовная сила, я хочу потратить ее на то, чтобы изменить законы кармы. Он говорит, ну, ты вроде как преданный, вроде как что-то можешь там, ну, давай, как депутат голосуй. Он говорит, голосуй, что карма начнет действовать по полной программе, по-моему, с 11 лет или со скольки? А? С 14. Вы уверены? Я не уверен, что с 14. А? Ну, не важно. Важно, что он изменил планку кармы. Вот. И сказал, что карма будет действовать по-другому. И тогда, несмотря на это, Ашавакра Мунион, хотя он поднялся до высшего плана бытия, он смог изменить что-то в своей жизни, изменив себя. Изменив себя, ему позволили. Тем не менее, возвращаясь в историю Навадзипа, все преданные видели на Гаурангу, они думали, какой прекрасный юноша, как он красив. Удивительная вещь, да? Все были очарованы его красотой, как мужчины, так и женщины. Но он непреданный. И Махапрабу сказал Амураре, не думай, что я не смогу стать Вайшнавом. Вайшнавом стать не так легко. Когда я обрету ваше благословение, придет время, и я стану Вайшнавом. Такой еще удивительный момент, то, что Шулы Шадхар Махараш объясняет, что есть тама, сатва, раджа и ниргуна. Мы хотим как? Мы хотим результата. Вот я сейчас педали покрутил, вот нужно там вот это. Я вот сейчас вот это сделал, мне нужно вот это. Но духовные результаты не так работают. Это не кармический мир. Духовные результаты работают вообще по-другому. Те, кто занимаются спортом, они знали, ты качаешься днем, а мышцы растут ночью во сне. Ты накапливаешь знания в школе, а результаты приходят через много лет, когда ты получаешь работу, образование. И вроде бы там, зачем тебе литература, зачем тебе физика, зачем тебе химия, зачем тебе это. Но чем больше в тебе знаний, тем более образованным человеком ты становишься. И поэтому многие люди не понимают, зачем мне нужно так много. но позже они понимают, о, там, мама с папой не зря покупали мне там всемирную литературу, там, не зря я учился на пианино и так далее. И вот, чтобы закончить нашу сегодняшнюю лекцию, потому что лекция такая системная, нужно сказать одну очень важную вещь. Никогда нельзя терять надежды недуховные, нематериальные. Все, что нам должно случиться по карме, это Господь исполнит. И даже исполнит больше. Кришна говорит, если ты передашь мне, я дам тебе то, что тебе не достает, и сохрани то, что у тебя есть. Иногда нам кажется, что нам что-то не достает, но Кришна знает, что нужно. Иногда ребенок, он сразу же хочет схватить сладкое или много сладкого. Мать говорит, жди, жди, жди. Поэтому Груде всегда говорил, wait and see, подожди, увидишь. Все, что нам нужно, страдания, наслаждения, они придут. Нужно понять, за все наслаждения придется заплатить страданиями. Ну, так в этом мире как бы. Пожалуйста, ты можешь употреблять наркотики, пожалуйста, наслаждайся, но ты получишь спид. Хорошая штука. От нее быстро умирают молодыми. Ты можешь это делать, ты за это получишь. То есть за все в этом мире есть. Иногда ты думаешь, а стоит ли это того? Это еще классики говорят, а кого вешают? Достоевский говорит, кого вешают? Он же покаялся, он же совершенно другой, он же хороший парень, его все вешают. Вешают другого человека. Но именно так работает карма. Ты совершил преступление, ты был плохой, тебя взяли за задницу, прошел суд, ты покаялся, ну, тебя все повесили. Почему? Потому что карма, реакция пришла. А ты уже хороший, но реакция пришла. И мы должны понять, что многие реакции, они придут к нам как хорошие, так и плохие. Но у Кришны есть одно потрясающее качество. когда Махабхара это закончилось, Кришна сказал Аджуне, прыгай с колесницы. Они спрыгнули с колесницей, колесница взорвалась. Аджуна такой, что такое, что случилось? Кришна говорит, не хотел тебя особо подпаривать, но во время битвы одна брахмастра, одна стрела попала. Я просто затормозил реакцию. Ты должен был погибнуть. Ну, мы должны были погибнуть, поскольку я Господь, я чуть-чуть химические процессы подрулил. Поэтому я просто затормозил этот процесс и тебе сейчас она не нужна. Это колесница. Что это говорит? Это говорит о том, что Кришна, Он, для нашего блага, если мы предались Кришне, Он может замедлить определенные реакции, Он может убыстрить определенные реакции, Он может убрать определенные реакции. Кришна, своя богована, абсолютная верховная личность. Он говорит агам сарваси прабхаву, матах сарваси, все исходит из меня, все принадлежит мне. Я могу убрать у тебя страдания, но зачем? Ты же испортишься. Я могу тебя раньше времени привести в духовный мир, но знаешь, раньше времени неспелый фрукт никому невкусный будет. Поэтому нужно понять такую вещь, мы должны вызреть. Поэтому говорят, садху или старцы, это не те, кто старые, а те, кто долго практикуют. Ну, как Виджай Роман, вроде бы, как и старец, и не совсем старый, и практикует какое-то время. потому что старцы, это те, кто в процессе долгой практики, как Шридхара Махарадж, не следует думать, что Шридхар Махарадж, он, так сказать, ну, с одной стороны, мы воспринимаем как нити ситху, а с другой стороны, если мы посмотрим его жизнь, он пришел, он закончил университет, он изучался, занимался религией, пришел в Гоуди Мат, стал проповедником, стал саньяси, в 43 года, в 44 года, ему было, когда он начал свою миссию, читая с Асфат Мат. И, начиная с этого возраста, до, сколько, 87 было, 84? А? 83-84 он ушел, ну, скажем так, 40 лет он отдал миссии, что и читая с Асфат Мат, фактически проповедуя почти до последнего. Да, если вы будете слушать его архивы, он говорит, что я уже почти стар, я не могу говорить, я вот-вот. И поэтому, несмотря на то, что он всегда проповедовал, всегда очень красиво, аллегорично проповедовал, но мы все-таки понимаем, что был какой-то возраст, когда он говорит, это не какие-то слова, это настолько понято и реализовано им, ну, или Гуру Дэвам, да, когда они говорили, Гуру Дэв же говорил простые вещи, но нас, нам это нравилось не потому, что это очень интеллектуально, знаете, есть некоторые у нас преданные в миссии, они очень любят интеллектуально говорить, рака за камень заводить, так, чтобы никто ничего не понял, и все думают, о-о-о, если мне желток в голове сболтали, то это, значит, должно быть круто, но Гуру Дэв мог просто посмотреть на человека, обнять его, сказать ему какие-то простые вещи из сердца человека, да, поэтому его способность была достигать сердца, это как самый высший хирург, да, который достигает сердца, а обезболивающим была его любовь, нужно понять, что наше эго это самая болезненная штука, но Гуру Дэв своей любовью обезболивал, полностью замораживал нас, своим обнятием, а на самом деле он вырывал какие-то там гнилые вещи в нашем сердце, потому что мы понимали, он столь совершенен, он столь кроток, к нему можно было применить такое слово кроток, ну чего, может быть, к нам не применить, кроткость, Шитар Махараш тоже очень кроткий человек, скромный, и сегодня я слышал, Гуру Дэва лекцию пока летел, и он говорит, Гуру Махараш спорил с разными брахманами, бандитами, иногда приходили они с попыткой наехать на него там, ну вот, он полностью их опускал, чморил, ну как бы в споре, да, а потом делал им хороший массаж, ну типа, знаешь, там за плечи, давай, 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 то есть Гуру Махараш, потому что ты пришел ко мне спорить, ты думаешь, что ты можешь меня победить, ну вот, и Гуру Махараш, он просто там раз, 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 ну как бы, ну и человек был, ааа, там типа, я пришел, и Гуру Махараш, тебе массаж, давай, братуха, все хорошо, ничего страшного, приходи еще, и Гуру Дэв говорит, таким был Гуру Махараш, да, он мог тебя безкомпромиссно разрезать в споре, как просто тебя разложить, как селедку, да, так препарировать, как шеф-повар, какой-нибудь испанской рыбной кухни, и ты будешь такой весь вывернутый, но потом он тебе сделает массаж своими лотосными руками, прикосновениями, представляешь, он тебе скажет, я не зачморил тебя, я просто показал, что ты еще не готов к пониманию истины, и это была его удивительная способность, и у Гуру Дэва была такая же способность, поэтому тут как бы очень важный момент, насколько доктор любит пациента, молодой доктор, есть такие доктора-садисты, им нравится там вырывать зубы без наркоза, да, но Гуру Махараш, его наркозом была любовь, и это позволяло людям принимать его, другого они могли бы не принять, но и при этом, конечно, высочайшая способность менять мировоззрение, да, Гуру Махараш очень тонко мог подойти к любому вопросу, очень тонко мог изменить точку зрения, очень тонко мог преподать урок, и Гуру Дев тоже там в лекции, ладно, я уже за последнее заканчиваю, но поскольку здесь наши дамы сидят в лекции, одна девушка, ну, видно, немка, там, «Das ist Гуру Дев, я читала в священных писаниях, что женщины в священных писаниях глупые», ну, такая западная феминистка, типа, «Как надо это объяснять? Как это надо понять? А как вы думаете сами? Дорогие девушки, глупая женщина или нет? Гуру Дев говорит, понимаете, ну, то есть он понимает, что, ну, это глупый вопрос от глупой женщины, но анестезия и его любовь, он говорит, понимаешь, пять тысяч лет тому назад, когда Ченаки пандит жил там где-то в деревне, там четыре тысячи лет назад, хотя Ченаки пандит мог жить тысячи лет назад или меньше, но неважно, он писал какие-то вещи о женщинах, он говорит, в Индии женщина не бесправна не потому, что она глупая, он говорит, принцип состоится совершенно в другом, по своей природе, по своей природе женщина управляет домом, поэтому в Индии ее никогда не делали наследником, ну, она по праву все принадлежит, и Гуру Дев такую интересную историю привел о женщинах, он говорит, был такой момент, который я слышал от Гуру Махараджа, когда была война и была мобилизация в Германии, ну, вы знаете, да, в Германии был, там, Гитлер-Юген, дети шли воевать, ну, то есть все, и немецкие женщины хотели тоже воевать, но Гитлер сказал, вы не имеете права воевать, ваше дело рожать здоровых детей для Германии, а я принесу вам победу, он говорит, потому что это Гуру Махараджа сказал, потому что Гитлер был очень находился под влиянием арийской идеи, и поэтому в арийской идее женщина не являлась никогда тем, кто там работает, зарабатывает там деньги или занимается политикой, хотя многие царицы этим занимались еще с арийских времен, но тем не менее женщина занимала особое положение, как мать, как, и поэтому Грудев говорит, и поэтому мы должны понимать, что женщина по своей природе, она и так уже контролирует все, поэтому мы говорим майя, в женском облике, да, Александр Македонский завоевал весь мир, а кто завоевал Александра Македонского? Таиса Афинская, правильно, то есть ей нужно было там армии, там дубины, она пришла, вот, Александр Македонский сказал, все, что у меня есть, я отдаю тебе, она сказала, ну, не очень-то и хотелось, а он ее спросил, так что же ты тогда хочешь, она говорит, ну, если ты там, то, все, все, тогда я подумаю, ну, да, то есть принцип какой, поэтому во Вриндаване и в Двараке есть две разные идеи, в Двараке живут очень продвинутые интеллектуальные женщины, все жены Кришны, очень продвинутые, все супер-топ-модели, все очень умные, все продвинутые, но во Вриндаване, как говорит Шилы Гурмах рассказал, hard beyond intellect, во Вриндаване сердце выше интеллекта, и поэтому, он говорит, поэтому это Вриндаван, поэтому они гопи, поэтому они сельские девушки, они говорят, йога, да мы вообще не знаем, что такое йога, вы что пытаетесь делать йоге, йоге говорит, ну, мы пытаемся там, вот так вот, на абсолютную истину, медитировать, там на одной ноге, там так, такое упражнение, такое, там такую клизму, они говорят, зачем, они говорят, чтобы достичь видения параматмы, а, параматмы, это, в смысле, вишну в каждом атоме, а это зачем, ну, чтобы потом понять Кришну, понять Кришну, вы хотите, гопи говорят, мы не можем забыть Кришну, вы пытаетесь стоять на одной ноге, чтобы достичь какого-то пермаментного самадхи, мы настолько пребываем в сознании Кришны, что мы даже, когда стираем, там, делаем пирожки, стираем, представляете, йог, он достигает самадхи, он, его вырубило, а гопи, они в самадхи еще и работают, поэтому Шилу Гуру Дев, он всегда говорил, научитесь, друзья, работать в самадхи, потому что некоторые пытаются только пребывать в самадхи, типа, когда же я достигну вечного блаженства, но некоторые преданные, они не могут забыть Кришну, и какая-то интересная беседа, где Гуру Дев рассказывает 16 имен Кришны, и такая мантра есть, когда ты принимаешь лекарства, помнишь и Вишну, и Вишну, и Вишну, когда ты путешествуешь, помни, когда ты путешествуешь, помни, помни Вамана, куда бы ты ни пошел, чтобы ты не ел, помни Джанардана, Джанардан Махарар смеется, там типа, а там еще такой момент, говорит, ну когда тебе снятся ночные кошмары, помни Говинду, и такой там, Ананта Кришна спрашивает Гуру Дева, а если у меня украли свитер, кого помнить, в Индии, Гуру Дев говорит, если украли во сне, то помни меня, Говинду, а если украли наяву, то помни, и если ты воюешь, помни там, Вишну с чакрой, там Кришну, если ты принимаешь лекарства, помни этого, Господа, Господа, если ты, там, путешествуешь по морю, помни того, ну как бы, такая мантра, да, если ты лежишь на смертном одре, советую помнить Нарайну, то есть, в каком бы положении ты, не было, и, а если ты работаешь, помни Мадова, я все время вспоминаю Мадова Кришну, хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо когда ешь, помни Джинарда Махараджа, который съест всю твою еду, когда работаешь, помни Мадова. Поэтому Господа Вишна, Господа Мадова, Радха Мадова. Еще интересно, много интересных, на самом деле, услышал вещей сегодня. Ты понял для себя такую вещь, что чтобы подытожить нашу сегодняшнюю лекцию, надо ее подытожить. А чтобы подытожить, надо сказать следующее, то, что мы все нуждаемся с вами в очищении сердца, и наше сердце, подобно гнилому зубу, оно имеет очень много слоев обусловленности. Никто из нас не свободен от жадности, вожделения, эгоизма, корыстия. Мы все пребываем в этом мире, потому что мир — это сплетение гун материальной природы. Здесь гнев или жадность могут проявиться в любой момент, но, тем не менее, мы с вами помним о том, что мы находимся в удивительном процессе. Этот удивительный процесс исцеления, духовного исцеления. И хотя этот удивительный процесс духовного исцеления не идет так гладко, как нам кажется, скорее наоборот, когда нам кажется, что мы растем духовно, мы деградируем, и наоборот, когда нам кажется, что мы деградируем духовно, мы растем. Помню о том, что что-то растет при солнечном свете, а что-то растет при лунном свете. Что-то растет днем, а что-то растет ночью. Происходят очень внутренние тонкие процессы. Очищение сознания – это не такое быстрое, результативное. Потому что мы каждый день свое сознание оскверняем. И чистоту ума и сердца не так легко достичь. Такой очень важный момент. Достичь чистоты ума и сердца. И надо еще понять такую вещь. Это наша цель. Это как в бизнесе. Ну или там в работе. Ставят цель. Это не то, что если завтра я не достиг чистоты ума и сердца, пошел бухать все. Там типа, вы почему в запое? Не достиг чистоты ума и сердца. Нет. Истине нужно посвятить жизнь. И вот на этой радостной ноте мы с вами закончим. Потому что мы с вами идем по пути. И когда Шиддхара Махаража спросили, вот я заканчиваю, спросили, свамиджи, вы когда-то видели Кришну? Ну типа, вы Бога видели? Сарасвад Такур сказал об этом так, одному из людей. Если даже я видел Бога, вам бесполезно об этом говорить, потому что я не смогу вам передать свой духовный опыт. Но Шиддхара Махараж, он ответил на этот вопрос несколько по-другому. Он сказал, если сейчас я вам скажу, что я видел Бога, Кришну, то с моей стороны это будет, наверное, чересчур смелое решение. Если мы видим, что Божество – это Кришна, мы видим его каждый день. Но для нас гораздо важнее, чтобы он нас увидел. Но Шиддхара Махараж сказал потрясающую вещь, на которой я должен сегодня закончить лекцию. Это он сказал, но я знаю путь, иду по этому пути и вижу знаки. И в сравнении с тем, что сказал Шилу Гуру Махараж, Шилу Шиддхара Махараж, предлагаю вам картину Брегеля «Слепцы». Если помните, был такой в советские времена фильм «Тин и Рулин и Шпигель», там постоянно группа слепцов. Их вел такой одноглазый, плохо видящий, очень слабовидящий. Ну короче, на самом деле он был слепой, но он всем говорил, что он их видит. Они ему долю отписывали. И там такой метафорический момент, что идут все по дороге, а слепцы всегда идут по канавам. Это Брегельская картина слепцов. Это группа слепых людей, держащихся друг за другом. Они всегда идут по канавам, у них всегда какие-то... И вот, чтобы вы понимали, это мир. Мир материи, в которой мы живем, это мир слепцов, которые друг другу рассказывают какие-то новости, политические схемы, там бюджеты, небюджеты, то есть это мир слепцов. И эти слепцы, там время от времени, у кого-то там какой-то вспышка света, и они еще другую обворовывают по дороге. Ну какая нормальная схема, потому что все слепые собирают подаяния, непонятно никак кто, да? Ну вот. И у них есть свои там какие-то схемы, но в итоге они держатся там с демократическим сообществом, Евросоюзом, там, Российской империей, Соединенными Штатами Америки или Армении. Ну вы понимаете, да? То есть совокупность материализма в разных формах. Где-то в более жесткие, где-то в мягкие формы. Но Гуру Махараш сказал о себе. Очень просто. Есть дорога, по которой я иду в сознание Кришны, и я вижу знаки. Я задаю вопрос, где бы вы хотели находиться? В обществе продвинутых слепцов, которые заняты тем, что мечтают воровать друг друга. Или в скромном обозе Гуру Махараджа, который идет в сторону истины. Шаг за шагом. Может быть, до истины еще очень далеко. Но, по крайней мере, мы идем по дороге. Субтитры создавал DimaTorzok